Всю страну потрясла Керченская трагедия. Ученик местного технологического колледжа расстрелял своих однокашников и педагогов. После этого ужасного события к вопросам безопасности в образовательных учреждениях привлечено пристальное внимание общественности. Как обстоит дело с защитой в ульяновских детских садах и школах? Когда мы готовим образовательные организации к началу учебного года, то, конечно, на вопросы безопасности уделяется самое большое внимание и выделяется средства как из городского, так и из областного бюджетов. Детский садик номер 17 – один из старейших в Ульяновске. Здесь организованы все меры безопасности, которые требуются в дошкольном учреждении. Попасть на территорию можно только нажав на кнопку домофона. А на двери самого здания есть код. Его знают только родители и работники. Это позволяет контролировать пропускной режим в детском саду. В детском саду также установлено видеонаблюдение, где на монитор в моем лекабинете или у вахтера внизу мы можем в достаточно доступном режиме видеть, кто проникает на территорию детского сада, какие заезжают машины с продуктами, какие выезжают машины, кто заходит в какое время и когда, как говорится, выходит. А вот в школу номер 66 учащиеся педагоги могут попасть, только пройдя через турникет. Такие средства безопасности существуют в 73 из 79 городских школах. Попасть внутрь можно только с помощью специального пропуска. Работы по установке турникетов продолжаются. Турникеты у нас существуют уже два года. В рамках антирористической безопасности такие турникеты были установлены. И, в общем-то, они три года тому назад были установлены на полную мощность. Они работают у нас уже второй год. Много делается для обеспечения психологической безопасности учащихся. Эмоциональное состояние тоже очень важно. В каждой школе работают педагоги-психологи. Дети к ним уже давно не стесняются обращаться, если случилась проблема. Конечно, психология очень сильно поменялась за последнее время. Иногда, да, стала она намного сложнее, потому что дети очень часто уходят в этот самый виртуальный мир, где они находят себя, находят какую-то поддержку извне. И, к сожалению, даже некоторые родители не могут с этим справиться. Во всех образовательных учреждениях установлены кнопки тревожной сигнализации, видеонаблюдения и автоматическая пожарная сигнализация. Все это делается для того, чтобы дети были в полной безопасности, а их родители могли не бояться за своих чат, получающих образование. Егор Тстоф, Руслан Баталов, Новости дня, Ульяновская правда.